Ежегодно, начиная с 2006 года, лучшие учителя России становятся лауреатами премии президента России. В этом году лауреатами премии стали 10 педагогов из Чувашии. Сегодня в гостях программы по существу лауреат президентской премии 2016 года преподаватель математики Чебоксарского лицея номер 3 Елена Синькова. Елена Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Елена Ивановна, эта премия не первая ваша профессиональная награда. Вы уже участвовали в подобных конкурсах и два раза становились победителем. Расскажите подробнее о самом конкурсе. На самом деле эта победа не первая, но каждый раз принятие решения об участии в конкурсе дается очень тяжело, потому что изучая критерии по каждому конкурсу, понимаешь, что невозможно достойно представлять себя в каждой категории. Вот, например, критерии этого года – это целых 7 пунктов. Наличие собственных методических разработок, высокие учебные результаты обучающихся, высокие результаты внеучебной деятельности, создание учителям условий для адресной помощи с различными категориями обучающихся, создание учителям условий для приобретения обучающимися социального опыта, непрерывность с профессионального развития. И достойно представлять себя во всех категориях очень сложно. Самое легкое, наверное, это ежедневная работа учителя, работа учителя с учениками по изучению преподаваемого предмета. И самое любимое на сегодня – это внеурочная деятельность по предмету. Все остальное достаточно сложно, и я, например, была приятно удивлена тем, что в этом году я стала победителем этого конкурса. А почему вы все-таки выбрали именно математику в качестве специальности? Со школы мне этот предмет очень легко давался. Он, на самом деле, был самым любимым моим предметом. И вот после 25 лет работы в школе я понимаю, что это, наверное, один из самых важных предметов, который позволяет человеку, ну, сначала маленькому, потом молодому, потом взрослому, позволяет ему правильно выстраивать свою стратегию жизни, правильно принимать решения, делать определенные выкладки, проводить логическую основу своих поступков, своих решений, принятия решений. Ну, наверняка же есть ученики, которые считают, что математика – это непонятно, неинтересно. Что вы можете таким ученикам сказать? Вы знаете, такие дети есть даже в нашем лицее, а наш лицей специализируется на физико-математическом образовании. Вот, например, выпускник этого года, который является призером заключительного этапа по истории, ему, на самом деле, с математикой очень сложно. Но есть очень много других детей, которые без математики не видят свою жизнь. И таких в нашем лице очень много, и среди своих учеников таких детей очень много. Это очень радует, что свою дальнейшую жизнь, свою дальнейшую профессию они связывают с математикой. Какой самый высокий балл по ЕГЭ среди ваших учеников? Я горжусь своими выпускниками, потому что в прошлом году в Чувашии всего лишь один человек получил оценку в 100 баллов. Это был мой ученик. В этом году у меня таких двое. То есть два стобальника. Ну, в нашем лицее четыре человека по математике получили 100 баллов. Здорово. Да. Несмотря на то, что в лице физико-математике у нас есть стобальники по другим предметам. По русскому языку тоже. Вы сказали, что ваш любимый критерий – это внеучебная деятельность. Подробнее расскажите о ней, пожалуйста. Внеурочная деятельность предполагает, ну, подразумевает собой работу учителя и ученика в так называемом олимпиадном кружке. В своей работе я этот кружок начинаю вести с пятого класса. И на протяжении всех семи лет до одиннадцатого класса вот мы, ребята, ребята с увлечением занимаются вот на этом кружке, которая называется «Олимпиадки» в нашем лицее. И результаты этой деятельности на самом деле очень хорошие. За последние четыре года мои ученики становились призерами заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по математике. Не всегда труд приносит результат. Бывают олимпиады, когда ребенок очень сильный, очень хорошо подготовленный, терпит неудачу. Это связано с психологическими аспектами, это связано с тем, что ребенок может переволноваться, он может неправильно распределить время. И поэтому вот в основе, вот если говорить про эту методику, то одним из компонентов ее является участие во многих олимпиадах, в различных олимпиадах, вот начиная с пятого по одиннадцатой. В начале все легко в пятом классе. Выходя уже на среднее звено, на восьмой и девятый класс, понимаешь, сам ребенок понимает, что достижение высокого результата предполагает большой объем работы. И самое сложное мне как учителю работать со старшеклассниками. Когда они уже становятся на голову умения, и вот быть рядом с ними, здесь наравне, стараться вести их за собой, вот это очень сложно. Но в то же время, если они сохраняют уважение к учителю, а это так и происходит, то в этом на самом деле большое удовольствие от работы. Вот именно от мне урочной работы. Спасибо большое за интересную беседу. Спасибо. А я напоминаю, что в эфире программы «По существу» мы общались с лауреатом президентской премии, учителем математики Еленой Сеньковой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok